Часто слышим рассуждения, о разных человеческих праздниках, которые люди развили и сделали из них чуть ли не божественные. Но сферат омер – это заповедь, и многие с трудом понимают, что она означала или означает. И я повторюсь, что это исчисление снопов в Левит 23 главе с 10 стиха. На эту тему есть строгая заповедь, и там буквально сказано «Считай со второго дня Песоха приноси перед Господом омер». Омер, я поясню сейчас, что это такое, но хочу вначале помолиться. Я хочу сейчас также попросить мою жену, чтобы она помогала мне, и те из вас, которые будут присылать какие-то вопросы или молитвенные просьбы. Нина будет сейчас просматривать чат, и будет потом мне подсказывать, о каких вещах нужно еще осветить и помолиться. Поэтому, если у вас есть просьбы или какие-то идеи, вы ставьте в чате. Ну, в данном случае мы будем, конечно, фильтровать, и не все пойдет. Я хочу напомнить, что в понедельник примерно в 7.15 или 7.30 мы начинаем, как у нас получается, и позволяет наша техническая база, которую, слава Богу, мы вчера смогли изменить на более стабильную. Я надеюсь, что вы уже чувствуете, что интернет другой. Мы делаем поклонение. Просто прославляем Господа. И Ширли, и Рами, и Элихен, и Яир играют перед вами, и мы здесь все стоим вместе и поклоняемся. Это важный момент. Приглашаю вас быть на онлайн поклонении. Также по средам я провожу домашнюю группу, тоже где-то в 7-7.15 обычно это начинается. Я делаю онлайн. Раньше это делал в закрытой группе для только группы Леона, но у меня попросили, мы раскрыли это на паблик, поэтому можете подключаться. По субботам мы проводим вот такие вот поклонения. Еще раз напоминаю всем вам, пожалуйста, я тут видел, что моя реклама «Чашечки» была очень успешной, и я надеюсь, что моя просьба и пожелание о участии в финансовом, тоже чтобы она была воспринята с энтузиазмом. Я прошу вас присылать молитвенные пожелания. В Шавей Цион есть группа молитвенников, и мы стараемся промаливать людей, люди, у которых есть дар. Если у вас есть какие-то откровения, понимания, которые вы чувствуете, что вы не готовы еще выставлять онлайн, то вы можете присылать мне в личку, и, по крайней мере, мы можем списываться, никаких особенных контролей я не делаю. То есть, пожалуйста, все бавакаша. Отец Небесный, я прошу тебя, открой наше сердце для твоего слова и дай нам принять каждый, что чувствует для себя важные моменты, которые проговорят. И так, как я уже сказал, Леви 23 глава с 10 стиха, сразу после Песах есть повеление счислять омер, снопы. И было повеление для священников, там, правда, сказано, когда придете в землю вашу, собирать сноп, сноп первородного от земли, приносить перед Господом Богом для священника, чтобы он потрес им и провозгласил милость для вас. Что там за сноп был? На самом деле, там нет никаких больших мудростей и хохмот. Это был сноп ячменя. Что такое сноп ячменя? Я думаю, мы люди модерные и любим кушать суши с рисом. Некоторые едят картошку. И ячмен сегодня не сильно популярен у людей, хотя я уверен, что многие, включая нашу семью, заново опробовали так называемую перловую кашу. Кто, подобно мне, имел удовольствие служить в советской армии в 80-х годах, мы помним, что нам давали такую кашку, которая называлась дробь 6. Это все из той же крупы приготовлено. Ячмень. Это ячмень. Ячмень – крайне неприхотливое растение. То есть, если под пшеницу нужно правильно приготовить почву, то ячмень, он может расти на чем угодно. На хорошей земле и на плохой, на камнях, на скалах. Везде может расти ячмень. Он растет в любых, практически в любых, я не знаю, во всех ли, я небольшой биолог, зоолог и прочее, но то, что я почитал в Ячмень, он может расти практически в любых климатических поясах. И вы знаете, вот это повеление, как любое повеление о праздниках Господних, очень примечательно. Оно, по сути, может объединять всех людей, чтобы образно, неважно, в каком месте ты находишься. То есть, это, по сути, предпророчество того, что Ишуа позднее сказал, когда разговаривал с самаритянской женщиной. И он сказал, не только в всем месте будут поклоняться Господу, но в любом месте, в духе и в истине можно будет поднимать руки и поклоняться пред Господом Богом. И вот, это сферат омер, когда скурпулезно отчитываются дни со второго дня Песах до Шавуота, 49 дней, и некоторые люди сделают с этого, ну, большой, и не ян большой вопрос, некоторые поменьше. Вы знаете, в традиции еврейской вкралась в это время одна штука, что первые 32 дня считаются днями траура в честь умирающих во время эпидемии поражения учениках Раби Акивы. Я к имени Раби Акивы отношусь как к имени, которую я знаю из истории. Очень своеобразный человек был. Участвовал в определенных духовных прорывах, но также участвовал в том, что он объявил бар Кохбу, ну, так, по крайней мере, то, что я изучал Машехам, и спровоцировал реальный раскол в среде еврейского народа. Именно тогда начали погибать или отлучаться от еврейского народа мессианских верующих, которых было огромное число, сотни тысяч. Ну, точно никто не может сказать, но их было очень много. Поэтому все, что связано в талмудических историях с именем Раби Акива, которые перешли потом в историю ортодоксального иудаизма, я просеиваю, я просеиваю, вы делаете, что вы хотите. И я вам хочу сказать, что так как я вижу, очень многие, услышьте меня, что я сейчас говорю, новозаветные истории, немножко другим языком перефразированные, накладываются некоторыми еврейскими авторитетами на имя Раби Акивы и потом используются для этого. К примеру, написано, что когда Ешуа входил в Иерусалим, люди принимали его с радостью, и многие ученики там шли с ним. Потом пришла история, что подобным образом сотни тысяч учеников окружали Раби Акиву. Знаете, это не могло быть реальностью по техническим причинам. Не было тогда столько этих учеников и последователей в фарисейском движении. Оно было немногочисленное во времена, когда Раби Акива жил, но он был искусный политик и смог сделать определенные вещи. Поэтому мне эта традиция о 32 днях траура никак не прельщает. Я знаю ее, но как бы никак, никак к ней не отношусь. Знаете такое выражение? А как вы к этому относитесь? Никак к этому не отношусь. Я к этому не отношусь. Я отношусь к другой традиции, к традиции, которая записана в священных писаниях и в Новом Завете, в Торе, в Писаниях и в Новом Завете. Это для меня является авторитетом. И я надеюсь, для вас, мои слушатели, это будет тоже некоторой переориентировкой, потому что некоторые вещи, связанные с ортодоксальным иудаизмом, к которому я отношусь, с уважением, есть вещи, которые там, ну, искусственно возведены в ранг доктрины. Они не были в Писании, никогда не были. И нам важно различать. Есть такое постановление, ангелы различают между избранниками Божьими и плевелами, а мы, когда читаем и разбираемся в вещах, которые мы должны принять, принять, а что мы не должны принять, мы не должны принять. Я вам говорю, на иврите есть такое выражение «дугри» – «прямо». Окей. Что еще мы знаем о Сферат Омер? Я сейчас подойду к Священным Писаниям. Мы знаем, что, поскольку это 49 дней, это моментально нас наводит о каких-то семерках. Семь, семью семь, неделя, совершенство, дни творения, дни изменения. В мистическом иудаизме есть такое понимание 49 уровней развития души. Так ли это? Вполне возможно. Но мы можем назвать цифру 49, можем назвать 7, можем назвать 490. В Новом Завете есть подобные номера. Допустим, спрашивают у Ишуа, сколько раз нам нужно прощать человека. Он говорит, семью семьдесят, 490. Я могу сказать, 490 уровней души. Эти вещи очень сложно проверить. Но, безусловно, стоит размышлять над вещами, которые сказаны в Писании. И не случайно сказана цифра 49. Поэтому я приглашаю каждому из вас подумать, что для вас говорит эта цифра. И, как я часто говорю, напишите в чате, что вы думаете. И мы поучимся друг у друга. В данном случае я не хочу выступать в позиции какого-то вот, вот оно вам слово из Синайя. Нет, я Роя Кегила, руководитель общины. И хочу направить вас к Господу, чтобы вы открывались перед Ним, а не для того, чтобы вы открывались передо мною. Я сейчас говорю о Писании. Итак, 49, так говорит, традиция мистической уровня и развитие души, чтобы мы пришли к пониманию Торы. Откуда, или к принятию Торы. Откуда эта идея вообще взялась? Я хочу сказать, из-за чтения вот этих глав, недельной главы, и это я считаю абсолютно обоснованной точкой, когда мы читаем о повелении в книге Ваикра, где Господь говорит Аарону, приготовься для служения Господу, приготовь себя. Потом мы читаем о его сыновьях Надав и Авиу, которые с чуждым огнем зашли, и я не буду комментировать сейчас этот текст, но там произошла трагедия, и люди должны как бы сопереживать вещам, которые, и это как бы дает нам как бы, окей, Господь, что же тут такое? Готов ли я, готов ли я войти туда в сретение с Тобою? Но давайте сейчас вернемся к самому оригинальному тексту. Я там себя слышу, вот звуки, мне очень это мешает. Элька, ты мне могла принести стаканчик воды? Я хочу идти сейчас по тексту Торы. После исхода из Египта произошли какие-то знаковые события, которые произошли с еврейским народом от момента исхода до момента, когда они стояли перед горою, и Господь провозгласил «Я есмь». И что-то изменилось в сознании Израиля, что-то изменилось в духовном наполнении Израиля. То есть, я хочу проследить те знаковые события, которые совершились в жизни Израиля, и которые я, как Леон, увидел. А если вы видите их несколько иначе, тоже это абсолютно не проблема, потому что каждый из нас имеет свою обозревательную схему. Я еще раз на секунду повторю слова, что помните, снопы ячменя символ, что в любом народе есть те, которые возносятся в своих молитвах перед Господом, или в любом народе есть те, кому Господь обращает свое ухо. И это очень сильный символ, запомните его, это о вас говорится, живущих здесь, в Хайфе, в Краютах, в Эйлате, в Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Москве, в Донецке, в городах Германии, Белоруссии, России, Америки, Канады, Китая, даже в Ухане, ну, каламбур, слово Ухань, вы понимаете. Короче говоря, давайте читать, что нам говорят Священные Писания, что случилось с народом Израиля за эти 49 дней по выходу из Египта. Ну, первая вещь, которая для меня как бы высветилась, и я читаю Писание подобным образом, какие-то вещи вдруг начинают светиться для меня, ну, не так, как в фильме Кот да Винчи, помните, там у него высвечивалось, но на какие-то слова я вдруг чувствую больше отношения. Я думаю, некоторые из вас тоже подобным образом читают. Это моя шита, мой метод. И вот, что для меня высветилось в книге Исход, 13 глава, это когда народ уже вышел из Египта, вот как раз эти 49 дней. Шемот, Эксидос 13, 19-21. Сефир Шемот, шло шесрэм, и пасук чайсрэ, адисрым вейхад, и Исход 13 глава, с 19 по 21 стих. И здесь написано, то есть народ Израиля вышел, и вот какая-то штука, они тащат Арон, гроб, в котором лежат кости Иосифа. Ну, возможно, это не был ящик, возможно, это было какое-то приспособление, как, я думаю, вы, наверное, видели в музеях израильских, когда человек уже, как бы, его разбирали по косточкам и складывали, то есть такая вот переносная тумба, и они несут кости Иосифа, и взял Моше с собой кости Иосифа, ибо Иосиф клятвенно заклял сынов Израилевых, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынесите кости мои оттуда, и двинулись сыны Израилевы из Сокофа, и расположились с Таном Иерфаиме в конце пустыни. Господь же шел перед ними в столбе облачном, показывая им путь, ночью, показывая им путь, а ночью в столбе огненном, светя им, дабы идти мы днем и ночью. Итак, вот как бы, вот эта фраза меня захватила, кости Иосифа и столб, который днем был, как огромный столб дыма или облака, что-то такое футуристическое, непонятное, и когда темнело, он зажигался огнями, и вдруг это был просто бурлящий огонь. Ящик с костями и огонь. Вы знаете, Иосиф это был очень особенный человек, прошел много страданий по жизни, но одна вещь, и комментаторы, еврейские комментаторы очень интересно подчеркивают, попав в Египет, разочаровавшись, ну, пережив то разочарование из-за предательства братьев, возможно, усмотрел сотрудничество отца с братьями. Иосиф попытался в Египте построить наш новый мир, построим там. И поэтому он не связывался с своими братьями и отцом, которые были, может быть, 400 километров от него, и он, пользуясь властью премьер-министра, мог легко послать туда отряд, нашли бы их, сообщили, жив, за много лет до этого события, жив твой сын Иосиф, не боись, Иаков. Но Иосиф этого не делал, он пытался там выстроить социально-экономическо-духовную, надея, что в Египте он сможет это построить, и Господь через пришедшего к нему Иакова сказал, «Ты не то делаешь, сын мой, ты, конечно, умница, ты, конечно, даровитый, но только вместе, предназначенным для тебя творцом в Израиле возможность строить». И, я думаю, для Иосифа это сначала был удар, но постепенно он изменялся, и потом уже, перед смертью, он заклялся, но в Израиле сказал, «Да, я глупил, отец мой прав, кости мои отсюда вынесите». Короче говоря, вот этот ящик с костями, он напоминался нам, Израилевым, буквально изменчивость человека, что мы можем меняться, и даже если мы в чем-то уперты, это могут быть какие-то религиозные постулаты, если мы открыты перед Богом, если мы честно перед Ним живем, и как Писание в Новом Завете говорит нам, кто в чем находится, в том и прибывай, а если не так, Господь Бог откроет тебе, главное, не кусай, не грызи других людей, а постоянно испытывай себя, это было мото Павла, Равшауль, он часто обращался к людям в письмах, говоря о себе, а я испытываю себя, может быть, что-то меняется, многие понимания, духовные понимания в моей жизни изменились, есть определенные константы, шма Исраэля дуна Илухейну, или Бог избрал Израиль, или нет другого имени под небесами, которым нам надлежит спасти семья Ишуа, или авторитет священных писаний, но многие доктринальные вещи, они могут изменяться, так же, как могут изменяться наши личные внутренние приоритеты. Я хотел быть великим этим, а остался простым тем. Ну и что? Помните, как Марк сказал в толковании, богат не тот, кто имеет все, а тот, кто доволен тем, что имеет, удовлетворен. И вот кости Иосифа, говорящие об изменчивости и удовлетворенности, а рядом столб огненный, который как бы поддерживает эту идею, что мы должны меняться, но все-таки следовать за Господом и за знаками, которые Он подает нам. И вот это первая вещь, которая для меня была, просто высветилась вот в этом уроке во время счисления омера. Мы можем счислять себя, смотреть за собою, зная, что сам Бог является гарантом, ведет нас за руку. В другом месте Нового Завета есть такие слова. Отец мой виноградарь Он обрезает те веточки на нас, которые должно обрезать, иначе они непонятно, какие плоды принесут. И Он смотрит за тем, чтобы мы принесли только качественный виноград. От тебя ждет Бог этого качественного винограда. следующее место, которое последовательно случилось с народом Израиля, когда они выходили из Египта, это 14 глава, 26-27 стих, и здесь немножко более объемные вещи. Написано, фараон очнулся, что я сделал, потерял кучу бесплатной рабочей силы, он поднял армию и погнался за Израилем. 10-й стих, фараон приблизился, сыны Израилева глянулись, и вот египтяне за ними и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моше, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню, что ты сделал с нами? Перескакивая через несколько стихов, когда уже Моше начал молиться и ободрять народ, и сказал Господь Моше, 26-й стих, простри руку свою на море, и обратятся воды на египтян, на колесницах и на всадников их, и простер Моше руку свою на море, и к утру вода возвратилась в место свое, а египтяне бежали навстречу в воде, так потопил Господь египтян среди моря, то есть Израиль прошел, а фараон и все утонули, но давайте на момент подумаем, что там произошло. Первое ужас, ужасный страх неминуемой смерти, насильственной смерти. У фараона было много колесниц, и если правильно описывают фильмы Голливуда эти колесницы, там были такие железные штуки, и когда они врезались в толпу, они просто рубили людей на мясо, как мясорубки. И израильтяне, прожившие там, не раз видели парады фараоновской армии. И я думаю, что внутри себя они переживали, вот они сейчас нас просто на мясо порубят. И мужчины, возможно, вышли вперед, держав в руках, что они могли держать. Сердца их были просто опущены ниже плинтуса, потому что за их спинами стояли их родители или их жены с маленькими или немаленькими детьми. И это просто катастрофическое переживание. И вот это вот ужас, который наполнил их. Помните, я вначале говорил о 49 или 490 уровнях изменения души. Когда мы анализируем, вспоминаем какие-то вещи эмоциональные, которые мы проходим. Я, когда читаю эти стихи, вспоминаю сразу Ицхака. Помните? И Авраам его поднял на жертвенник, связал его и поднял нож. То же самое чувство. Сейчас меня мой родной отец зарежет. И Новый Завет пророчески переносит нас в подобный опыт. Ешуа совершает эту вечерю со своими учениками, а внутри знает, меня отмят, чуть-чуть еще заберут, пророческий дух говорит в нем, и придадут в руки язычников, он знает Писание, много пророчеств говорят об этом, и они разорвут мое тело. Там не были позолоченные гвоздики, которыми аккуратно прибивали его ко кресту. Его плоть измолотили римляне и распяли, но как говорит один древний еврейский текст. Я готов идти на это ради моего поколения, ради тех, кто были до меня, ради тех, кто будет после меня. И если ты, небесный Отец, отдашь их мне, то я готов. Подобным образом говорит Исаия 53 глава. Когда я читаю вот эти стихи из 14 главы исхода, испуг и вера в чудо, потому что потом Ицхак очнулся от всего этого и сказал, вау, я был почти мертв, а вот Овен, а Ишо воскрес из мертвых, а народ Израиля оказался по другую сторону. И наверное немножко истерическое благодарение. Господи, я прошел сейчас и смерть, и воскресение. Вы знаете, в Новом Завете есть еще один комментарий на этот стих и он записан в первом послании Коринфянам 10 глава, 9 глава, и там нужно посмотреть эти стихи в комплекте с тем, что написано в 10 главе, нельзя разделять, кто-то разделил на главы, не всегда удачно. И в 9 главе, в последних стихах, Павел говорит, я бегу как на ресталище, чтобы тоже быть достойным. Он говорит в 27 стихе, я усмиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим самому, не остаться недостойным. И дальше он продолжает говорить и говорит, не хочу вас, братья мои, оставить в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море и все погрузились в муше, в облаке и в море и пили одну и ту же духовную пищу. То есть он вспоминает вот это событие, говоря, что в народе Израиля в момент прохода по морю произошли громадные изменения. они наполнились определенным переживанием Творца за эти пять-шесть часов. Наверное, больше, чем за все остальное время. И они просто как бы погрузили, соединились с муше. Соединились с муше. Павел говорит, соединились с машехом. Она шумит. Соединившись внутренне с ужасом, надеждой, страхом, чудом, верой. И все это символизирует об изменениях. Я продолжаю дальше. Следующее событие, которое для меня говорило, 15-я глава исход. 26-й стих, но я читаю немножко раньше. «И повел мушей израильтян от Красного моря, и вступили они в пустыню Сур. И шли они три дня по пустыне и находили воды. И пришли они в Меру или Марра». На иврите слово Марр это горький. «И не могли пить воду в Марре, потому что она горькая, поэтому назвали то место Марр». Марр. Некоторые считают, что слово «Мирьям» тоже происходит от слова Марр. И очень интересно, что иногда в Писании есть такие образы, когда ангел или Господь дает пророку есть свитки. Как можно есть свитки? Типа, я беру и жую пергамент. Но они ели этот пергамент и вначале он был горек в устах их, а потом сладок во внутренности их. То есть Марр, что-то там произошло. И 24 стих говорит «И возроптал народному уше, говоря, что нам пить». Моисей возопил Господу. Послушайте, какая ситуация. Чистый сюр, сотни тысяч человек, масса скота. Они увидели издалека эту воду. Они бежали к этой воде, потому что они уставшие. Они вышли с этой передряги с водами Красного моря. Их первые запасы воды и продовольствия подходят к концу. И они голодные, и они жаждут, и они приходят к воде, они пить ее не могут. Вы только можете представить, какое тотальное разочарование. И поэтому есть определенные причины ропота. Но с другой стороны, мы как бы учимся, мы как бы учимся, что даже когда самый кризис, надо внутри покопаться, веру поискать. И возроптал народ на Моше, говоря, что нам пить. Моше возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и Моше бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. И Господь сказал Моше, если ты будешь слушаться глаза Господа Бога твоего, и делать угодное пред очами его, и внимать заповедям его, и соблюдать все уставы его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которую я навел на Египет, ибо я Господь Силитель твой. А первое, это явно намек на грядущее событие. Кусок дерева делает воду горькую сладкой. И я уверен, что вы слышали толкование, как крест Машеха может изменять горечь жизни в благодарение перед Господом Богом. Я очень хочу, чтобы вы из проповеди, которую я говорю вам, не делали только лишь умственные «А, окей, интересно», но могли обратить это в практическую пользу для себя. Крест Машеха, когда мы призываем жертву Машеха, вот это дерево, то если мы переживаем его в жизни нашей, горечь уходит. Воспоминания нет, горечь уходит. И ты начинаешь понимать и благодарить Бога за опыт, который прошел. Ты приобретаешь удовлетворение. Авраам, Ицхак, Яков умерли удовлетворенными. В их жизни было полным-полно горя. Если бы они были сосредоточены только на горьком горе, которое случилось в их жизни, то, как говорит когда-то Иаков, я с печалью сойду в преисподнюю. Но они сходили в преисподнюю, то есть уходили из этой жизни не с печалью, а с удовлетворением, потому что провидели, переживали в надежде на Господа, тот же самый элемент. Дерево делало сладким, дерево делало сладким, исцеляло от горечи. Я еще хочу здесь сделать одно уточнение. Вы знаете, горечь это не всегда ассоциация с грехом. Но почти этот грех, разумеется, тоже или та эмоциональная травма, которую мы прошли. Но это также ассоциация с тума. Тума это нечистота. И если мы разбираем еврейские священные писания, то мы видим, что проблема греха намного меньше, чем проблема тумы, нечистоты. И по сути, жертва Машиаха очищает человека от нечистоты, чтобы мы могли предстать перед Господом в чистоте. Я не буду сейчас углубляться на аспекте тума, просто хотел подметить этот момент. Для тех из вас, кому это интересно, и вы не понимаете, что такое тума, нечистота, и как она работает, если я увижу в чате замечание на эту тему или вопросы, я подготовлю отдельную проповедь, потому что этот момент, который за одну минуту ты не можешь ответить. Но еще одно указание вот в этом тексте, который я читаю, 26 стих. Бог сказал, «Если ты будешь...» 25 стих. «После того, как Бог показал дерево, и Мушекину написано, там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его, и сказал, если ты будешь слушать глаза Господа и исполнять уставы его, не наведу на тебя ни одной болезни». Так вот, в некоторых харизматических кругах есть такое понимание, что Бог не испытывает нас. На самом деле, это абсолютно ложное понимание. Он, да, испытывает нас, потому что когда мы проходим и реагируем в различных обстоятельствах, а потом мы привычны посмотреть на себя в зеркало и сделать самоанализ, мы можем видеть плюсы и минусы и можем исправляться. Даже Ешуа проходил через испытание, написано, взял его руаха кодеш в пустыню в испытание от дьявола. Так вот, здесь написано, что народ прошел испыт, там Бог дал народу уставы и законы там испытывал его, а Бог наш не меняется. И он сказал, слушай мои слова, не только слушай, но еще делай, что я говорю, и тогда ни одно из казней Египта, в данном случае болезней египетских, не найдут на тебя. Я хочу в случае с короной сказать, что по всей видимости, то есть не по всей видимости, я уверен, что это так, я уверен, что многие из нас не до конца слушают, не до конца исполняют, поэтому весь этот балаган случился. И народ Божий призван к тому, чтобы быть солью посреди народов. Я сейчас не говорю только об Израиле, я говорю о каждом верующем в Ешуа или через Ешуа в Творца Человеке. Твое призвание быть солью. Вы размораживаете мясо с холодильника, вы помыли его и оставили его снаружи, чтобы оно было готово для приготовления. Потом вас кто-то отвлек, сказал срочно приезжай. Вы сели в машину, приехали, замотались, закрутились, пришли домой, запах, испортилось мясо. А если вы его разморозили и хорошо пересыпали солью, то ничего с ним не станет. Потому что соль, оно физически охраняет его от порчи. И когда Бог устами своего сына Ишуа говорит нам вы соль или там он дает нам уставы и законы и говорит, если ты будешь слушаться всех заповедей моих, то ни одна из болезней, то есть мы недостаточно смотрели за своей соленостью. в исходе из Египта от момента выхода до получения прошли еще несколько моментов. Я продолжу эту тему разбирать на следующий шаббат и там есть еще как минимум 4-5 серьезных моментов, которые для меня проговорили. Я уверен, что это связано с нашей душой. Но тот текст, который я вам уже предложил, я надеюсь проговорил к некоторым. Искать в себе изменения. 7 умноженное на 7 49 намек на совершенство. Я говорил об изменчивости человека, и о Божьем присутствии, которое является гарантом для нашей жизни. Я говорил о том, что в нашей жизни могут быть и испуг, и страх животный, но если мы обращаемся к Господу и погружаемся в нашего Спасителя, подобно как народ Израиля погрузился в Моше через облако и через прохождение в облаке и в море, мы испытываем победу, веру, ободрение, воскресение из мертвых. Я говорил об древе, которое может исцелять в нас горечь. Я думаю, что на сегодня достаточно. Я хочу помолиться. Программа не закончена, у нас есть еще целый ряд музыкальных вещей, которые нам прислали друзья, и я хочу предложить вам оставаться на связи, но хочу закончить в молитве. Я прошу вас, не только взрослых, но и детей, сейчас отвлечься, если вы там были заняты чем-то другим, закрыть глаза, давайте вместе помолимся. Небесный Отец, прошу Тебя помощи. И в эти дни исчисления снопов ячменя, когда каждый из нас в разном народе представлен перед Тобою, и наше желание угодит Тебе, мы призываем Тебя в помощники. Пусть Твой столб огненный и облачный продолжают поддерживать нас. Прошу Тебя, Небесный Отец, особенным образом говори к нам. Несмотря на стены карантина, я прошу Тебя, сейчас объедини нас в живую сеть людей, ищущих Тебя, раскрывающихся перед Твоим лицом. Я прошу Тебя, Боже наш, назидая внутренность мою, как говорит царь Давид, учи внутренность мою. Пусть Слово Божье проникает до разделения составов и мозгов, как сказано в Новом Завете. Запечатывает нас для праведности, очищает нас от греха и от тумы, нечистоты. Благодарю Тебя, Господь, за искупление в Ешуа, за крест, на котором распята была моя греховная плоть проклятиями с нечистотой. И я очищен, я очищен, я очищен. Я прошу, вчера вечером мы сидели после шабата и Рами стал играть на пианино своими импровизациями о благодать. И я не знаю, знаем ли мы даже все слова ее, но знаю, уверен, что многие из вас знают. Я хочу попросить Рам, сыграй нам ее и может быть, кто-то может поддержать в пении. У благодать спасен тобой. Это старая такая песня. подключи девчонки. Нина, помоги. и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, мы не закончили. У нас есть еще прославление, которое мы хотим включить через минуту. Но я хочу отреагировать на целый ряд просьб. Во-первых, хорошо. Не в следующий раз, а через, наверное, раз. Я подготовлю проповедь, даст Бог, напоминайте еще про Туму, а может быть в среду ее проведу и поясню, что это такое нечистота. Но давайте сейчас попроще будем друг с другом и скажем, Боже, за Иешуа благодарю Тебя. Он избавляет меня от всякой нечистоты и делает меня угодным, чистым перед Небесным Отцом. Это номер один. Номер два. Я хочу молиться за больных людей. Здесь прислали целый ряд имен. Я не буду сейчас их перечислять. Поддержки сверхъестественного прикосновения и исцеления воскрешающей силой Иешуа. Прошу Тебя, Господь, об этом. Вместе, вместе соглашаемся и все вместе, онлайн, по всему лицу земли, просим Тебя, Отец, и говорим «Амэн». Помоги этим людям. И тут я читал люди в очень критических ситуациях. Мы уповаем на Твое милосердие, Господь. Я хочу попросить вас, молодцы, что вы пишете, что когда готовите и там молитесь, оно не пригорает. Но если происходит в ваших жизнях исцеление, я думаю, людям важно про это читать, свидетельство. Даже если вы запишите это свидетельство, пришлете нам и просто в следующие разы выставим, и чтобы люди послушали, потому что это важно, подобно как прославление слушать важно. Сейчас я хочу со своей стороны закончить. Прошу всех встать. И в своих тоже прошу всех встать. Потому что хочу провозгласить Бирката Куханим, благословение Ааронова. А потом мы включим, есть целое еще, наверное, на приличное время прославление, 3-4-5 песен, которые мы хотим слушать, которые наши друзья прислали. И если мы сейчас что-то не выставим, выставим это в понедельник во время прославления. Напоминаю, понедельник, Бешева Баэреф, плюс-минус, в 7 вечера плюс-минус немножко. Мы делаем прославление, поклонение. В среду, Йом Рэвии, мы делаем разбор слова. Тут некоторые говорят, подключите меня. Мы не можем подключить, если у нас нет, если вы не подключитесь сами, подпишитесь на рассылку. Или вы можете поставить свой имейл или телефон. И мы тогда вас внесем в WhatsApp, и вы просто получите сообщение, что мы начинаем. И следующий шаббат, так же, как сегодня, мы будем прославлять. Давайте все встанем. Друзья, я еще раз напоминаю, под видео есть данные общины, и там есть возможность пожертвовать. Пожалуйста, не пренебрегайте этой заповедью. Субтитры создавал DimaTorzok